доброе утро дорогие друзья доброе утро и с вами бизнес завтрак на радио медиа метрикса я роман дусенко сегодня утром морозная яркая свежая хотя я на самом деле проспал и мы же не хотели встретиться с нашим гостем чуть пораньше чтобы придумать интересную концепцию но думаю все равно постараемся сделать так чтобы сегодняшнее утро прошло для вас полезно евгений доброе утро доброе утро роман спасибо за приглашение да я очень рад видеть тебя и вот твой позитивный вообще настроек ты вообще очень замечательный позитивный человек вот когда с тобой рядом находишься ты чувствуешь этот ауру мне кажется знаешь я очень много разговариваю с разными рода руководителями и я видел тебя в деле как ты руководишь на мой взгляд это вот характерная черта нового типа руководителя вот как ты вообще считаешь если генезис руководителя с точки зрения вот вообще изменяемых ситуаций и вообще отношения к человеку и персоналу ух вопрос для разминки начал ты сразу очень бодро по поводу позитива и по поводу отношения мне кажется есть либо ты искренен и честен с тем что делаешь либо ты играешь роль руководителя и вот на мой взгляд вот этот тренд который сейчас мире идет вот такая истинная честность да искренность искренность в том что ты говоришь искренность в том что ты делаешь и очень трудно поделать и если ты действительно болеешь сделать ли тебе тот продукт который ты производишь истинно нравится то не надо ничего говорить это все видят да то есть и все грубо говоря тебе будут верить если же ты пытаешься играть роль менеджера все равно будут те критики которые увидят плохую игру поэтому то что ты видишь то что в нашей компании да у нас был с тобой совместный проект, ты видишь, что есть какая-то энергия или какой-то драйв, его нельзя как-то взять и включить, то есть он либо есть, либо его нет. Окей, прекрасно, с руководителем понятно, я согласен, я сам такой, я помню, ты знаешь, удивительно интересно, я когда познакомился со своей женой, мы работали в банке в соседних кабинетах, и я был директором дирекции, и она мне говорила, ну что ты всё время ходишь, совсем улыбаешься, вот посмотри, тот директор, видно сразу идёт, ни с кем никогда не здоровается, руку в высоко поднятая голова, вот это руководитель, отлично, смотри, мы такие открытые, весёлые, яркие, замечательные, направленные на ручку, как нам найти таких людей, которые с нами в одной теме, ведь не все же люди такие, и как вот этот передач сделать так, чтобы компания стала такой? Искать, я могу сказать вот по своему опыту, то есть чудес не бывает, через долгий-долгий-долгий поиск ты находишь того самого человека, глядя на которого, ты понимаешь, ё-моё, это тот человек, который разделяет твои ценности, который может быть под другим углом, но в сутевых вопросах одинаково с тобой, мыслит одинаково с тобой, видит ситуацию, и ты понимаешь, что да, этот человек, он из твоей команды, вы вместе, грубо говоря, разделяете одни ценности, и у вас вместе одни цели, то есть всё получится. Вот как ты относишься к такому выводу, что рост компании, выход компании на следующий уровень напрямую зависит от качества тех людей, которые с тобой рядом. Да, сто процентов. Тебя одного не хватит? Да ты что, одного хватит на первый, наверное, год, полтора-два, то есть пока стартап, пока ты представляешь интересы компании, сам продаёшь, после этого сам делаешь работу, после этого сам пишешь отчёты, консультируешься, читаешь в интернете статьи, сам всё закрываешь, в какой-то момент просто здесь вопрос масштаба, и ты понимаешь, что всё физически, то есть движение вперёд ограничено часами, которые есть в течение дня. Слушай, тогда давай сейчас дадим некое определение менеджмента 21 века по состоянию на 21 февраля 2018 года, а потом в конце нашей передачи посмотрим, будем ли мы его немного корректировать. Вот как бы ты на сегодняшний момент обозначил управление сегодня? Ну, наверное, я бы сказал так, что, давай, наверное, так, кто такой менеджер, да, вот, что это за человек? Ну, прежде всего, это тот человек, который ведёт за собой, он лидер, да, больше, чем менеджер, то есть если мы посмотрим на какую-то рациональную часть, ну, она будет сочетаться с эмоциональной частью, да, под рациональной я, грубо говоря, держу в голове возможность, там, ставить цели, мониторировать, делегировать, там, полномочия, там, защищать, там, оберегать, предоставлять ресурсы и прочие вещи какие-то, да. А под эмоциональной историей я, наверное, вижу это дать возможность увидеть будущее, да, своему подчинённому или своей команде, да, и дать возможность увидеть, как мои личные цели, то есть как я могу вот в рамках этого светлого будущего сам прокачаться, реализоваться и при этом ещё и получить удовольствие. То есть если мы говорили раньше, что у нас есть, там, стратегические цели, я хочу, там, построить карьеру, там, я хочу выйти на пенсию, нужна стабильная работа, то, в принципе, вот это всё, что мы покупали, когда воспитывали нас, оно сейчас новому поколению, ну, как новому поколению, тем людям, которые приходят к нам на собеседование, оно не продаётся. То есть сейчас очень много запросов от тех, кто приходит к нам, по крайней мере, в Москве на собеседование, это вопрос, а как я смогу сочетать, например, моё хобби с той работой, которую я буду выполнять, или а насколько крутые у вас будут задачи, чтобы я, реализовывая их, развивался. Мне не интересует карьера, но я хочу быть суперкрутым программером, я хочу делать суперпроекты, которые позволят... Вновь «я» выходит на первое место, да, то есть в хорошем смысле этого слова. Мне кажется, оно «я» всегда было на первом месте, да, хоть люди и прячут там всегда его куда-то глубоко, потому что у нас почему-то принято, ну, вот в нашей культуре, например, считается ненормальным прийти к руководителю и сказать, слушай, через три года я хочу быть на твоём месте. Идиоты! Ну да, в России что сразу, начальник начнёт гробить тут же молниеносно своего подчинённого, ну, наверное, а умный скажет суперкруто, драйв меня, я за три года пойду чуть-чуть дальше там. То есть ты поможешь мне ещё? Да, я буду видеть, что есть этот... Отлично, Евгений, а вот ты собственник и соу-основатель и генеральный директор. Как ты думаешь, вот если бы ты был просто в позиции наёмного генерального директора, ты бы повторил бы эту формулировку? Да нет никакой разницы. Нету, да? Нет, совершенно. Просто это вопрос риска. То есть любой генеральный директор, который сейчас занимает эту позицию, может открыть свой бизнес. Вопрос просто рисков. То есть это каждый умный человек понимает, что свой бизнес – это сразу потеря ресурсов или сокращение ресурсов. Это возникновение непредвиденных каких-то рисков, это дополнительные усилия в поиске команды, привлечении денег и всё прочее. А, соответственно, сколько займёт этот период? Год, два, три, четыре, пять. То есть когда всё получится или не получится. При этом у всех есть обязательства, дети, ипотеки, там ещё что-то, и человек выбирает. Вот этот вот выбор – это очень сложная задача. Это уже запишешь, выше спорта, и ничего не получится. Да, то есть ты уже, получается, применяешь себе и понимаешь, работает оно у меня другого способа. Вот нету другого способа проверить, правильно, неправильно. Завершая нашу разминку, я вот ещё хочу о чём сказать. Зачастую, когда я прихожу в другие компании, ты знаешь, я вот работаю с руководителями, я вижу потухший взгляд людей, причём на всех уровнях. Вот как ты думаешь, какой является тоже причиной, мы потом в конце посмотрим, удалось ли нам её расковырять, почему у людей потухший взгляд? Ну, им неинтересно. То есть все люди с мозгами, да, то есть они понимают, что у них есть вот время, за которое они получают деньги. У нас есть какой парадокс? Я работал до собственного бизнеса, я работал в большой фармкомпании, и там ловил себя на мысли, что если я приезжал в офис к 9 и уезжал в 18, то сам факт наличия в офисе, ну, как бы мне говорил о том, что я хорошо там, ну, выполнил свою работу, значит, деньги не получил зря. То есть я, грубо говоря, менял присутствие своего тела в офисе на… Деньги. На деньги, да. В какой-то момент я стал об этом много думать, почему я не привязываюсь, например, к результату, который получил за этот день. Почему для меня, например, если я себя загрузил этот день какой-то пустой работой, какими-то бесполезными встречами, да, там, то почему у меня есть в конце ощущение, что я хорошо поработал. Да, и мне кажется, здесь очень похоже, вот можно провести параллель, то есть если человеку, ну, грубо говоря, неинтересно, если он ставит себе вот эти цели просто, чтобы, грубо говоря, их реализовать, или эти цели ему ставит тот и другой, понятно, что у него глаз будет гореть, не будет у него гореть глаз. То есть мне кажется, чтобы он разделял цели, чтобы он хотел что-то там достичь, там, всё прочее. Причём это же случится у всех, этот потухший глаз. Вопрос просто времени, то есть… Когда? Вопрос когда? Ну, есть же такая красивая кривая, когда там человек там зажигается, там продуктивно работает, потом начинает гаснуть, как жизненный цикл продукта, там, так просто вопрос здесь революции. То есть если человек выполняет одну и ту же задачу, то есть там совершённая революция в его там карьере через там 2-3 года в момент вот угасания, она запускает его на новый виток. Причём я себе эти революции генерю самостоятельно, там беру себе какой-нибудь новый проект там или ещё что-то. Для сотрудников мы очень радуемся, когда сотрудник, например, изъявляет желание из одного отдела перейти в другой, там, например, в горизонтальный, это очень классно. Там революции могут быть мелкие, например, мы недавно взяли, там между аудиториями поменяли команды, то есть одна из девушек говорит, Оксана Катянина, она говорит, слушай, ничего не поменялось, а мне как-то и поработать больше хочется. Это как перестановка в доме, да? Ну да, есть такой эксперимент с бостонцами, с качихами. Всё, мы закончили разминку, мы знаем теперь, что такое менеджмент, мы знаем, какой должен быть руководитель, мы знаем, почему у людей гаснут глаза и приходят. Ещё один момент, то, что, наверное, важно сказать, надо быть проще. Вот когда ты привёл пример вот с этим начальником, который идёт по коридору, он в костюме, в галстуке, наверное, это круто, наверное, я бы, наверное, очень хотел быть таким чуваком, который ходит вот с такой узлом большим, красивым. Но у меня есть один момент, одна история, которая вот мне показала, что всё это вот фигня полная, не стоит это ничего, это ерунда. Я работал в Краснодаре, значит, отвечал там за бизнес в большой компании и ездил на Volkswagen Polo, на таком синеньком представителем медицинским. А потом я стал региональным менеджером, и, ну, меня повысили, и мне пригнали из Москвы Skoda Octavia чёрную, новую. И мне так это было вот прям вот по кайфу, что мне её пригнали, и настолько меня вот понты вот эти вот просто вот расправили мне плечи. Я помню, у меня был первый день, когда я вот, значит, должен был воспользоваться машиной. Я спустился и вышел из подъезда, подошёл, пикнул и вот так глазами посмотрел, кто видит, что я вот захожу в эту машину. Увидел, что жена смотрит из окна, ну, открытого, да, то есть там дети смотрят, я был очень крутым таким чуваком, и вот меня прям от гордости прям распирало. И я так резко ножку закинул, короче, в машину, и в этот момент так «дах!» у меня штаны, короче, порвались от ремня до ремня. И вот этот вот весь образ, имидж вот этого крутого бизнесмена на чёрной октаве, он просто улетучился за одну секунду, лопнул, да. И я никогда не забуду, как искренне смеялась жена в этот момент, потому что она услышала этот хлопок и поняла, что случилось, да. Поэтому всё это напускное, всё это фигня, простота, надо быть прочим. Отлично, мы ещё к этому вернёмся, спасибо тебе огромное. Давай вернёмся к теме нашей программы, это управление через правильные цели. Я просил тебя подумать о том, что мы пытаемся делать программу не только для того, чтобы мы здесь с тобой поблистали, какие мы умные, а для того, чтобы люди, смотрящие нашу программу в любом городе России, оно, с счастью, огромное, в принципе, и русскоязычное население всего мира. Я, кстати, тоже думал о том, на самом деле, насколько быстро интернет стирает границы, что они могли бы услышать в себе что-то, которое могли взять и внедрить сегодня, прямо сейчас, пойти и начать делать. Поэтому начнём. Как я тебе говорил, давай протащим нашу схему, нашу тему через несколько базовых вещей. Ты в самом начале упомянул слово ценности. Ценности для меня являются неотъемлемой частью стратегического менеджмента. Вот если мы говорим о правильных целях, о постановке правильных целей, давай начнём с формирования стратегии и тебя, как первого лица, потому что я всё-таки адресую свою программу к первым лицам. Насколько важно в твоей жизни, в твоём менеджменте осознание этой стратегии, транслирование её и вообще жить в соответствии с этим. Давай вот немного об этом поговорим в первом блоке. Ну, я чуть разделю, потому что ты коснулся ценностей. Ценности – это, наверное, такой long-term, а стратегия – это всё-таки, наверное, какой-то такой middle, то есть они не могут меняться, трансформироваться и всё прочее. А за вот нашей компанией скоро будет 6 лет, за это время мы сделали ошибок, наверное, гораздо больше, чем не сделали, да. Но одну мы правильную вещь сделали, я этим горжусь, то есть, наверное, в первые 3-4 месяца существования компании мы с моим партнёром сели вместе в кафетерий, заказали чай и очень мощно посидели и подумали по поводу ценностей. Я вижу очень часто во многих корпорациях, заходишь в холле, висит такая ценность, такой папирус такой, страница на 5, наверное, мелким шрифтом, и я практически уверен, что если любого изловить там в коридорах, ну, суть отразят, наверное, но вся хитрость там где-то. Нет, не знаю. Мы заморочились и подумали, ну, прежде всего, что такое ценности. Ценности – это некие фильтры, через которые ты пропускаешь любое решение. Если оно пролетает через все эти ценности, ну, значит, это решение можно брать и внедрять, да, там, или идею эту можно реализовывать. Если на каком-то из фильтров там застряло, значит, стоит задуматься, может быть, что-то не так. И мы сгенерили свои ценности. Скажи, пожалуйста, до сих пор это так? До сих пор ты все решения через ценности пропускаешь? Оно же не искусственно это происходит, просто ты на самом деле формализуешь то, что у тебя в голове. Ну, то есть, например, ты говоришь, что я никогда не буду заниматься бизнесом, от которого люди могут попортить свое здоровье или испортить свое здоровье, да. Но ты-то задекларировал и написал там, мы не занимаемся там продажей сигарет, там, еще чего-то, еще чего-то. Не значит, что до, если бы ты не написал, ты бы это делал. Но просто фишка в том, что это знаешь ты, и пока ты один в компании, тебе не нужны эти ценности, написанные на бумажке или там на стенде или где-то там в корпоративных каких-то документах. Но как только у тебя появляется команда, она же не может заглянуть тебе в голову, и возникает, что у тебя есть вот эта цель, там, сигаретами не заниматься, не продвигать. А они об этом не знают. А менеджер по продажам побежал и там с каким-нибудь крутым производителем, там, контракт уже начал подписывать, да, у него там цель по продажам, то есть, у него ценности другие, он считает, что курить это хорошо, понимаешь? И поэтому вот мы эти ценности просто достали из головы, не то, что мы их придумали, а давайте теперь мы все там будем какими-нибудь вот такими, фиолетовыми, а до этого мы были оранжевыми, нет, мы просто взяли то, что мы искренне разделяем с партнером, просто это фиксировали, визуализировали, а теперь очень просто делаем, мы на старте, кто к нам приходит, мы говорим, вот у нас такие ценности, мы вот такие. Скажи, пожалуйста, бывает кто-то, кто скажет, слушайте, а я с этим не согласен? Нет, таких не бывает, потому что, в принципе, мы достаточно так трепетно относимся к набору людей, и, в принципе, те позиции, которые мы закрываем, они подразумевают там наличие высшего образования, там опыта, еще чего-то, и поэтому практически у нас не бывает таких случаев. Хорошо, человек очень хочет попасть, согласился с ценностями, но потом начал работать, понимает, что внутренний конфликт у нас, и говорит, слушайте, я не могу, ухожу, бывает такое? Такого не было, теоретически такое возможно, теоретически такое возможно, но у нас пока такого не было. Окей, с ценностями ясно, поставили первый такой кирпич мощный фундамент бизнеса, что дальше? Ну, дальше вопрос, что вы будете продвигать, и какие цели у компании, какие стратегические цели вообще, чего хотите-то изменить в мире-то, чего, какая несправедливость, какую боль убрать? Сегодня любой твой сотрудник, я когда на тренингах провожу тренинги, я говорю, слушайте, мы говорим о ценностях, о целях, о стратегии, говорю, вы вернете сегодня с моего мастер-класса, подойдите к любому сотруднику, положите им руку на плечо, посмотрите им в глаза и спросите, а какая стратегия нашей компании? А где ты был? И вот у тебя, какая будет у тебя результат в компании? Я думаю, что, наверное, большая часть плюс-минус четко сможет ответить, чего мы хотим. Как? Да, и как. Возникает вопрос, как тебе удалось транслировать ценность и стратегию до каждого сотрудника, и насколько это важно вообще в плане той темы, которую мы сегодня обсуждаем? Ну, когда мы говорим, что удалось, это будет неправда, потому что удалось, это значит, там, не знаю, 95% могут четко сформулировать, например, наши ценности, наши стратегии. Это процесс, который непрерывный, то есть мы, у меня была такая иллюзия, что если, в принципе, там раза 3-4 рассказать об этом, то этого будет достаточно. Ну, ты как бы знанием обладеваешь, и всё, оно у тебя живёт. Если тебя спрашивают, ты его достаешь из головы. На самом деле это не так. То есть мы на протяжении двух лет там проводили очень много мероприятий, активности, говорили о наших ценностях, объясняли, почему они такие. Но из пяти помнят люди две или три, то есть остальные никак, потому что вот так. Но это вопрос к нам, может быть, нам тогда надо их как-то переупаковать, какими-то аллегорическими историями рассказать, там ещё по-другому. То есть, ну, по крайней мере, сейчас мы движемся в этом направлении, но ещё победы не достигли 100%. Буквально завершая тему ценностей, я делал большой проект в прошлом году с ВТБ-24, у нас было 8. Потом мы приняли решение через полгода, когда все проникли, сократить до 3, потому что 8 в голове держать невозможно, а 3 реально удержать и пытаться по ним жить. Возможно, стоит, вот если ты говоришь, 3 у тебя в голове у людей, узнать какие и выбрать, может быть, отритинговать. Супер, правильные цели, в какой момент появляются правильные цели в компании? Ну, с целями вообще интересная история, то есть, на протяжении первых лет существования компании эти цели, они не были у нас никак оформлены. То есть, я пришёл из большой фармкомпании, отвечал за достаточно большой бизнес, и я сразу же начал внедрять систему постановки целей, целеполагания, всё расписать, формочки по смарт, по кварталам разделить и всё прочее, и это не работает. А что работает? Это не работает, вот здесь очень много нюансов есть. Вот для маленькой компании не работает, а для большой компании без этого это будет равносильно смерти. Да, здесь очень сильно всё зависит от того, какая команда, насколько она большая, насколько можно быстро управлять ей операционно, то есть, насколько есть быстрая коммуникация между тем, кто… А что является средством быстрых? Коммуникации, IT-платформы сегодня, мессенджеры, что-нибудь знаю, личные встречи. Ну, если я, например, самый продавец и постановщик целей, мне их не нужно формализовать в этом. Это ты говоришь, как бизнес в одном лице. Да, да, да. Если же у меня появилась там команда из двух-трёх человек, и мы каждый день встречаемся в офисе и ведём совместные проекты… Это тоже понятно. Наверное, стоит там за крышкой пива… Сколько сейчас в Брэйфе работают людей? Ой, нас там уже достаточно много, мы приближаемся там к цифре 100, и плюс ещё есть какая-то команда, которая набирается… Это уже средняя компания считается, да, по-российски? Да, наверное, плюс-минус так. Как ты организуешь вот эту быструю коммуникацию, за счёт чего? Ну, сейчас мы разделились на уровни, то есть, у меня теперь задача сделать так, чтобы каждый руководитель отдела знал, да, то есть, свои цели. Он уже, его задача дальше донести эти цели до команды. Но мы выстраиваем несколько другой процесс. Что мы сделали? Мы поняли, что цель не только нужно поставить, и нужно продать, да, но об этом сейчас, наверное, чуть по-другому подальше поговорим. Но если цель уже куплена командой, и команда её разделяет, то дальше вопрос в визуализации этой цели и в мониторинге этой цели. Что мы сделали? Мы взяли… Сначала у нас были там всякие Excel-файлики, там ещё чего-то, в итоге поняли, что это всё неинтересно. Мы забабахали в PowerPoint просто такой здоровый цветок. В центре вот эта вот, как она называется, пимпочка в середине, да, вот эта мякушка. Значит, там нарисованы три ключевые цели компании. У нас цели очень простые. Первая цель – это NPS. Мы мониторим уровень счастья наших клиентов, насколько они готовы оставаться с нами, насколько готовы нас рекомендовать. Какой сегодня уровень у вас? Не скажу, я скажу, к какому мы стремимся. Понятно. Потому что ещё неполные у нас данные, мы их обновляем регулярно, мы ещё не обновили до конца их. Наша цель – 56. О, понятно. Это очень высокий NPS. Насколько я знаю, такой вот уровень только у нескольких компаний. Я помню, ты же встречался с Джон Шолом когда, да? Да, да, да. И у меня не было в этом период в Москве. Он встречался с несколькими компаниями. Одна из них – очень интересная компания, группа рекламных компаний. Они всё-таки решили начать внедрять эту компанию, сервисную. И мы в прошлую пятницу запустили вот этот тренинг, первый тренинг Джона для топов. И назвали её «Сервис Фрайдэй», то есть по пятницам, раз в две недели мы будем собираться и обсуждать. И первое, что мы сделали при подготовке этой встречи, замерили уровень удовлетворённости. У руководителей были удовлетворены, удивлены обратной связью, которую они получили от клиентов. От клиентов, да? Да, супер было, кстати. Есть же потрясающая возможность для роста бизнеса – это просто сконцентрироваться на лояльных клиентах, если они уже есть. И там не нужно тратить деньги на привлечение, не нужно тратить деньги на рассказ, какой ты. То есть сконцентрироваться, получить отдачу быстро, молниеносно. Мы сейчас это делаем. Второе? А второе – это оборот тот, который мы должны получить за счёт. А третье – это нет профит, который мы должны получить. И у тебя в компании открытая цифра по чистой прибыли, которую люди все знают и видят, и ориентируются на неё? Это была очень мощная дилемма – открывать эту цифру, не открывать менеджерам, да? То есть понятно, что там всей команде это не нужно, потому что это вызывает там… Разные вопросы. Вопросы, да. Люди не всегда понимают, что в стране есть налоги, которые надо заплатить, там есть инвестиционные расходы и всё прочее. Это может дестабилизировать, да? То есть либо в одну сторону, либо в другую, да? А для менеджеров мы приняли решение, открыли все цифры. Это как-то взаимосвязано, вот его результат как-то связан с этой цифрой? Здесь мы уже подходим к некой мотивации уже, да? Вот сейчас следующая как раз история. Итак, цели. У нас есть три цели. Подожди, мы сейчас цветочки аж расскажем. А, да-да-да, лепестки теперь появляются. А появляются лепестки, да. Вот это каждый лепесток, это, собственно, каждый отдел. Ага. То есть лепестки – это количество отделов. Да-да-да. И получается, что в этом лепестке у нас также три цели, они должны совпадать с теми, которые в центре О, в каждом из них. То есть, по сути, декомпозирует каждую из них, да? Да, он каждый отдел мониторит. Кажда, бухгалтерия. То же самое. То же самое МПС? Ну, МПС, только внутренний. Внутренний. Понятно, что клиенту там, неважно, как мы закрыли, грубо говоря, год, там есть ли к нам претензии со стороны налоговой или нет, или там как бухгалтерия там оперативно предоставляет какие-то данные. Буквально одну секунду про бухгалтерию. Когда мы говорили о том, что вот бухгалтер внутри компании конкурирует с бухгалтером другой компанией, вот ну как бы по качеству предоставления сервису, то есть, и интересно, я бы слышал такой случай, что бухгалтера некоторые для того, чтобы ну как-то тоже внести драйв и жизнь в свои обычные дела, они писали на счёте, например, там смайлик такой, он очень хочет вернуться побыстрее домой, пожалуйста, подпишите его там. То есть, казалось бы, тоже вроде простая вещь, да? Вот такие вещи. Это классная история. Например, я читал где-то, что если на ценнике нарисовать смайлик, там сколько-то на 12 или на сколько-то процентов повышает, грубо говоря. Окей, тогда мы вплотную подходим к понятию правильные цели. Раскрой, пожалуйста, это понятие вообще. Правильные цели. Ну, первая цель должна мотивировать, то есть, цель должна быть привлекательной, то есть, я должен понимать, что если я сотрудник и мне ставят эту цель, то я реально хочу её сделать, ну то есть, мне интересно. Поэтому я ещё тоже можно добавлю, это же с лепестками это не всё. Мы ещё плюс ко всему, вот к этим лепесткам и к сердцевинке добавили ещё везде единорожка такого. То есть, каждый отдел и каждый сотрудник должен себе найти того единорога, который он будет развивать. Это личный проект или что? Это та инициатива, которая в перспективе 3-5 лет может стать отдельным бизнесом. Ух ты! Это оказалось не просто… То есть, человек, работающий в компании, может для себя раскрыть какую-то внутреннюю тему, которой он может заниматься в нерабочее время, который в принципе может стать делать его партнёром. Да, либо в рабочее время, если этот единорог попадает вот в эти три приоритета. Если этот единорог может дать новый бизнес, он может улучшить тихущие показатели. И за последние полгода были такие единороги, появлялись? Да, у нас сейчас из, наверное, всех отделов, наверное, процентов 80 сгенерили своих единорогов. И мы к единорогам к этим подошли, мы украли эту идею у Google, они ставят цели, выбирают эти сложные цели, которые очень трудно оцифровать, где нет возможности поставить, например, чёткий тайминг, где очень много исходов, которые непредсказуемы у нас. Ну, могу. У нас, например, есть ресурс, где мы общаемся дистанционно с врачами, мы предоставляем им информацию и всё прочее. И сейчас выстроен процесс следующим образом, что мы проявляем инициативу и врачу предоставляем определённую информацию. Тому врачу, который дал согласие на коммуникацию с нами. И мы работаем достаточно неплохо, то есть у нас очень хороший респондрейт, то есть наши письма читают 40% врачей, то есть кому мы отправляем. Это круто, то есть хорошие показатели. Но вот единорог, который выбрал себе наш руководитель сервиса, который занимается дистанционной коммуникацией, он говорит, а я хочу общий парадигму изменять, хочу, чтобы врачи, наоборот, к нам приходили. Чтобы не мы врачам звонили, а чтобы врачи, например, к нам приходили. И здесь возникает настолько сложная задача, потому что врачи бедные замоченные, у них куча головной боли, там у них есть своё непрерывное медицинское обучение, у них есть тысяча дел. То есть вы должны стать для них нужными. Нужными настолько, что они будут коммуницировать регулярно. То есть один раз можно легко это инициировать, или два раза, не знаю, три. Но как сделать так, чтобы врач в течение года 12-20 раз зашёл к тебе на страничку, на сайт, на вебинар ещё? Окей, прекрасно. Вернёмся немного в регулярный менеджмент. Для того, чтобы компания стала более эффективной, ты предложил парадигму, что это может являться постановка правильных целей в компании. Как тогда сделать постановку правильных целей в компании политикой компании? Чему нужно научить на первом этапе руководителей? Как им донести эту идею? Вот давай немного об этом поговорим. Ну, если у нас есть цель, которая всеми разделяется, то есть как мы генерили… Идём сверху вниз, да? Да. Мы поняли, кем мы хотим быть. То есть для себя определили амбиции. Мы поняли, что к 2020 году мы хотим быть компанией номер один, то есть с точки зрения наших таргетных рынков, то есть где мы сейчас сражаемся. Мы всё это не просто сказали, что мы хотим, мы взяли, достали цифры, посмотрели, посчитали, много всяких разных, сделали выкладок и поняли, что это реально. Жень, буквально одну секунду. Не все же компании могут быть номером один, он может быть номером 20, это тоже может быть нормально, но вот подкреплённо, да? Да, конечно. Можно сказать, что хотим подняться на 2 пункта вверх. О, супер, да. Хотим занять долю плюс 5%. Или плюс 5%. Хотим удержаться и остаться такими же, несмотря на… Это же тоже важно в падающий рынок? Да, конечно, да. Окей. Или хотим уменьшиться, но не в 10 раз, а в 2 раза. То есть, ну такие цели плохо мотивируют. При сохранении объёма, например, уменьшиться с точки зрения офиса, а объёмы оставить те же самые. Это психологическая фишка, что если ты ставишь цель по сокращению, например, бюджета или ещё чего-то, это гораздо хуже работает, чем по приросту. По приросту, да. То есть, всё, что в позитив, оно воспринимается гораздо бодрее, чем какие-то отрицательные… Итак, цель главная. Да, мы сгенерировали главную цель и со всеми директорами провели вот стратегическую сессию, за что тебе спасибо. Поговорили, значит, о том, что покупают, не покупают эту цель, есть какие-то вопросы и всё прочее. И мы потратили на это очень много инвестиций и средств, и денег и сделали так, что руководители компании цель принимают и верят в неё. Вот стратегическая сессия прошла весело, 2 дня интенсив, работаем, дальше в любом случае некий спад. Как тебе удалось поддержать этот спад, а потом поддержать то, что сотрудники приняли всё то, что вы наработали? Ну вот опять же, здесь всё очень динамично. И сказать, что они уже приняли и что они полностью всё купили… Это процесс опять же, да? Это процесс. И этот процесс, он нормальный, что через 3-4 месяца возникнут вопросы к тому, что было на стратегической сессии. Это нормальная жизнь. Здесь вопрос в пульсе. Вот в пульсе компании мы называем. Мы битриксом пользуемся серой системой, там вот у них кнопочка есть пульс. Он показывает там, как живёт компания. Да вот мы что-то похожее в наших проектах делаем. То есть здесь важен пульс. То есть если мы провели стратегическую сессию, то есть у нас запланированы цели, должна дальше быть интенсивность событий. То есть мы должны эти цели, грубо говоря, уточнить по каждому отделу, декомпозировать на всех сотрудников, то есть поделиться с ними, получить обратную связь, откорректировать и начать мониторинг. Обычно все эти цели рушатся две вещи. То, что они не принимаются компанией, людьми, и они не хотят это делать. И просто делают, потому что их заставляют, поэтому динамика вялая такая, итальянская забастовка. Либо вторая история, цель драйвит, всё, возражений нет, но нет мониторинга, и нет вот этого обратной связи, нет поощрения. Например, то, что там цели слишком долгие, 8 месяцев или год, люди умирают, они забывают об этой цели. Либо цель поставили, но не дали ресурсов для её достижения. Человек там попрыгал, поскакал, то есть понимаешь… По большому счёту ты сейчас называешь критерии правильности цели. Да, да, да. Вот если их сгруппировать ещё раз, может быть, так вот как вывод? Ну, цель должна вдохновлять, она должна вызывать горение глаз, то есть она должна цель драйвить и почему? Потому что я буду понимать, если она будет такая, если я буду понимать, почему, как она связана с моей личной целью. Что это есть чёткая взаимосвязь, цель компании, цель отдела – моя личная цель. Я понимаю, что они между собой связаны, что это не три разные цели – копать, бросать яблоки, ловить рыбу. Они все три между собой связаны, и что делая одно, я помогаю достигать другого. Что я часть большого, грубо говоря, результата. Что я не просто делаю какую-то бесполезную работу, что это работа, работа даёт большой результат. Вторая история. Цель должна быть очень понятная, и она должна быть чётко измеримая. Если мне ставят результат в продажах, то эти результаты зависят только от меня, что я действительно могу на них влиять, и что я могу это мониторить, что нет здесь никакого-то нечестного судейства. А вот ещё я знаю, что слово «мне ставят». А вот вопрос такой, должен ли сотрудник принимать участие в разработке целей? Все зависит от сотрудника, то есть, например, в нашем случае, наверное, 50% сотрудников получили цели, потому что либо они только вошли в этот бизнес, либо они ещё не до конца понимают, либо им тяжело сформулировать эти цели. Наверное, половина целей были созданы из отделов, то есть, где сказали, мы хотим вот такие цели. И здесь самое классное, есть стратегическое понимание, то есть, куда мы хотим прийти, как мы хотим прийти. А дальше каждый отдел подумал, сказали, а мы можем вот это. Для меня было несколько приятных удивлений на всех целей полагания, когда руководители отделов давали, ну, первое, они более амбициозные цели озвучивали мне, чем я, например, хотел получить. То есть, я там видел, например, capacity отдела, например, X единиц, а они говорили, что да нет, мы можем 2X. И мы бодались уже дальше, говорю, слушайте, ну, что-то вы, наверное, недооценили риски, наверное, давайте посмотрим, как в прошлом году было. То есть, я наоборот, вместо того, чтобы подталкивать, давайте больше, давайте посмотрим, как бы более трезво на ситуацию. Это были приятные находки. Класс. Вот мы сформировали там два самых главных показателя цели. Это вдохновление, понятность, измеримость, три вернее, и взаимосвязь цели компании с целью моей личной. Дальше пульс, мониторинг. Пульс, мониторинг. Должны быть очень чётко понятные во времени разнесённые промежуточные результаты. Потому что, например, если поставить цель построить дом, то есть, очень прикольная, понятная цель, можно написать критерии этой цели. В каком случае дом будет построен хорошо, он прошёл какие-то проверки внешней компании, он красивый, ещё что-то там красивый, это значит, он соответствует рисунку там в плане, то есть, можно критерии этой цели очень чётко описать, но если поставить цель сотрудникам строить дом, они будут его два года строить, то скорее всего они дико затянут сроки, и скорее всего с бюджетами там всё не совпадёт. Но оно и так не совпадёт, но вопрос на сколько. Если же эти цели, мы показываем дом чётко построенный, красивый, но при этом декомпозировали там на 157 шагов и начали мониторить чётко понедельно с динамикой, сравнивая ещё, как строятся дома в соседних, я не знаю, посёлках и показывая, где мы молодцы, где не молодцы, здесь сэкономили, здесь всё прочее, это классно. И классно ещё, когда… Вспомнил, кстати, как я свою дачу строил, прям по шагу. И классно ещё, когда от достижения какого-то результата на коротком промежутке человек может получать вознаграждение, либо финансовое, либо всё. Вот у него есть, например, на фундамент неделя и 100 тысяч рублей, а он сделал за неделю, но не за 100 тысяч, а за 95, потому что придумал новую методологию доставки, гравия, использовал, я не знаю, какие-нибудь проходящие фуры, которым там мешочки сцеплял с гравием всю ночь. Вот на сэкономленный вот этот вот, грубо говоря, кусочек, он должен получить какую-то мотивацию. Супер! Как научить руководителей, вот всех, кто от тебя следующий уровень и следующий уровень, чтобы те руководители, которые от тебя научили следующих, используют эту методологию? Что будет являться мотивацией к внедрению целостной системы целеполагания в компанию? Нужен не единый процесс, нужны правила игры. То есть… Вы как-то это описали? Какие использовали вы методы? Ну, простые. Мы проговорили, грубо говоря, нашу большую цель и проговорили, почему и как мы должны распространить её на всю компанию. Причём у нас уникальная история случилась. То есть основной запрос, когда мы спрашивали, грубо говоря, что не так, вот, что в нашей компании вызывает у вас, у руководителей, да, там, ощущение там тревоги, волнения, дискомфорта и всё прочее, они сами сказали, что нам нужны очень чёткие, более прозрачные, более там, конкретные цели, мы хотим понимать, куда там идёт компания не только на год-два, мы хотим видеть стратегическое там развитие, мы хотим понимать финансы, мы хотим, грубо говоря, быть там предпринимателями на своём месте, мы хотим развивать там отдельные направления. Ну, супер-супер запрос, очень красивый. Соответственно, мы цели эти все запустили и предложили некий процесс, предложили темплейт, сказали, хотите, переделайте его, не нравится цветочек, сделайте там бабочку, пожалуйста, но потом её всё равно придётся запихнуть в этот цветочек, потому что вот вся компания будет жить в едином вот этом стандарте. Мы обсудим обязательно, это как у Одизиса, если нужно быть максимально демократичным на этапе формирования решений, максимально авторитарным на этапе его исполнения. Также здесь мы очень много обсуждали, дебатировали, дискутировали, определились с целями, определились с формой, определились с таймингом, а дальше уже начинается вот эта директивная история, она не очень приятная, потому что все заняты, у всех слышали. Мы делаем это через Task Management, через Bittrex, мы ставим большую задачу, в ней подзадачи, они разнесены в тайминге, каждый видит, грубо говоря, на каком он этапе, а дальше на ежемесячном мониторинге мы показываем наш цветочек, и если всё хорошо в отделе, листик зелёный, если не очень хорошо, жёлтый, плохо, красный. Аккуратно, 2 минуты про execution, потому что очень важно именно исполнение. Какие правила приняты? Насколько промежуточные цели разбиты? Использовали современные Scrum, Agile, всякие вещи? Что сегодня помогает проверять и выполнять, чтобы цели двигались? У нас очень разные люди, то есть наша команда разработки, они всё это используют, то есть для них это абсолютно Agile, это must-have, они используют Jira, используют комбандоски, у них куча всяких разных технологичных решений, как это всё сделать, дизайнеры тоже очень у меня такие технологичные ребята, они используют, маркетологи, наоборот, всё, что добавляется им как дополнительная система какого-то менеджмента у чего-то, оно делается через силу, им это некомфортно, им проще в Excel утром сделать себе табличку и через неделю её потом обновить. Поэтому мы здесь не навязываем какое-то решение, хотя я практически уверен, что здесь вопрос масштабирования, то есть через какой-то, наверное, этап или другой мы сделаем обязательным какое-то планирование в какой-то из систем. Пока мы можем себе позволить жить более лайтово. Хорошо, итак, если сделать некий овервью, давай попытаемся подвести некий итог о том, что же такое правильное цель в компании и как она движется от стратегии к исполнению. Мы начали с того, что для начала руководитель определяется своими ценностями, он их формулирует, и эти ценности становятся неким фильтром принятия любых решений. Потом вырабатывается некое большое решение в компании, которое транслируется и которое состоит из совокупности решений, целей, подразделений, внутри которого уже зашиты все основные показатели. Причём вы сделали революционный шаг, вы ещё открыли такие продажи, над профит для уровня руководителей. Дальше, каждая из этих целей должна быть декомпозирована на уровне подразделения с точки зрения вдохновляемости, то есть она должна вдохновлять это подразделение, она должна быть связана, такой проброшен мостик от цели компании к цели человека, она должна быть измерима и она уже подвергается мониторингу. Что-нибудь добавишь ещё вот сюда? Ну да, конечная цель проверить можно через смарт, там она специфичная, измеримая, амбициозная, реалистичная, определённая во времени, то есть можно через фильтр прикрутить. Ещё один важный момент, всё, что мы говорим, мы всё время говорим мотивация, цель должна мотивировать, вдохновлять. Есть более, на мой взгляд, важная история, по крайней мере мы сейчас на нашем уровне развития это понимаем, цель не должна демотивировать. То есть здесь, наверное, ключевая история, что если есть цель, которая не вызывает блеска в глазах, но с нейтральной окраской она будет гораздо бодрее, чем та цель, которую половина команды вызывает блеск в глазах, а у второй половины вызывает отторжение дикое и несогласие. Поэтому здесь возможность продумать процессы, продумать именно все этапы процесса, которые не будут демотивировать, мне кажется, очень важное. Очень важное замечание. Давай теперь поговорим, если мы говорим о демотивации или мотивации, это как раз о людях. То есть, соответственно, а кто такой человек Брэфи? Это что за субъект или субстанция такая? Да, это хороший вопрос. У нас есть достаточно такой интересный факт, мы из-за своего существования потеряли очень мало людей. То есть от нас ушло, наверное, единицы, и они уходили на волне некого такого позитива, то есть мы остаёмся друзьями, мы общаемся, мы рекомендуем друг друга, они переходя, например, в другой бизнес, становятся партнёрами нашими по бизнесу. То есть мы очень много думали, почему так получается. И когда мы спрашиваем у людей, которые к нам приходят, через какой-то промежуток времени, насколько совпало то, что вы увидели с теми ожиданиями, которые у вас были, и с тем, что мы говорили на собеседовании. Потому что на собеседовании мы занимаем позицию несколько необычную. Мы стараемся не хвалить свою компанию, грубо говоря, и что-то рассказывать хорошее, а я, наоборот, достаю все слабые наши места. Потому что, на мой взгляд, управление ожиданиями самая важная история. Если у человека будет хотя бы на 1% больше ожиданий, чем он по факту получит, мы будем работать с негативом, и пусть он лучше 1% в плюс получит. И это, конечно, плохо, потому что риски есть, потому что когда ты какого-то человека, у которого есть три оффера на руках, говоришь ему о слабых местах, то есть это может вызвать у него решение, перейти, не знаю, принять другое предложение. Но, с другой стороны, он понимает, зачем я это делаю, значит, если у него есть мозги, значит, он понимает, он будет искренне понимать, что вот это вот такая вот ситуация, я искренне говорю, как есть. Да, здесь нет процесса, да, мы можем работать допоздна, да, сейчас у нас горячий период, мы запускаем новое направление, и там с головой сейчас, да, там здесь не хватает ресурсов, но я говорю об этом как есть. Вот, и я потерял твой вопрос. Кто такой человек-брефик? Ты знаешь, мы используем несколько опций с точки зрения поиска этих людей, и что мы делаем? Мы проводим интервью, обычно структурированные интервью, если больше есть время, интервью по компетенции. Ты принимаешь участие в интервью? Да, я принимаю практически в большинстве, наверное, интервью, то есть вот в этом году, наверное, стал меньше принимать, у нас появился HR-директор. До этого я практически все собеседования проводил, и сейчас хочу вот вернуться на… А встречаешься ли ты с вновь принятыми людьми, ну, как бы, как, собственно, как руководитель? Вот сейчас мы этот процесс запускаем. Адаптации, да? Да, хотим через месяц, через два, через три встречаться, общаться, чтобы понимать, что менять в компании. И так вот расскажу. И мы проводим, значит, разный набор интервью, но последнее время то, что меня реально зацепило, это то, что очень высокая корреляция между выполнением практических заданий и исходом, который мы получаем после уже прохождения там трех, четырех, пяти месяцев. То есть мы иногда стеснялись раньше для топ-руководителей, которых мы набирали, там, провести какой-нибудь там кейс, например, дать задание, там, сделать презентацию, там, выступить, там, провести какую-то калькуляцию и все прочее. Вот для меня это очень такой мощный показатель, потому что, ну вот, грубо говоря, там, соответствие ценностям, там, модель поведения человека, там, его, там, психотип, там, по MBTI, там, это можно, там, понять первых, там, 15-20 минут разговора, в принципе, все ясно. Твой, не твой, как-то интуитивно уже, там, понимаешь, что все. А вот дальше, насколько человек внимательно подойдет к деталям, насколько он вложится в достижение результата, насколько он сделает, там, какой-то больше, чем ты ждешь, и все прочее, это видно через вот эти вот кейсы. То есть, мы стараемся их использовать, прокачивать. Класс. Люди, получается, самый главный актив компании, как всегда. Ты знаешь, я вчера был на встрече со студентами журфака. Интересно. Первый курс, и они задали мне вопрос. А в чем вообще ваша цель, в чем ваша миссия? На этой встрече? Да, вы рассказали нам о своем пути, трансформации. Я бы хотел задать тебе такой же вопрос, вот в оставшиеся две минуты уже нашего эфира, потому что так быстро время летит. В чем, Жень, твоя миссия, в чем твоя цель? У меня есть миссия, мы хотим с партнером построить компанию, некий новый такой, хотим сделать социальный эксперимент, то есть, мы хотим сделать государство в государстве. Мы хотим построить компанию, в которой люди бы получали, ну, первое, решили бы все свои финансовые вопросы, получая, там, раза в два больше, чем может предложить рынок. То есть, просто зарабатывали бы больше, потому что мы будем более профитабильными, мы будем делать эксклюзивные продукты, и мы будем получать эти деньги с рынка. А вторая история, чтобы эти люди могли найти для себя той экосистемы, в которой они могут генерить свои продукты, создавать свои мини-стартапы, запускать это, такой некий акселератор внутри компании. Мне эта идея жутко нравится, я как подсматриваю очень много то, что делает Тони Шей из запаса. То есть, вот мне нравится история построить некое новое такое мини-общество людей-брефи, которые получают удовольствие, приходя на работу. Потому что у нас такая русская парадигма, это прийти отсидеть там 8 часов с грустным видом, да, придется прийти домой, еще час говорить, какая несправедливость творится у тебя во время этих 8 часов. Мы хотим немножко по-другому сделать, чтобы человек, приходя домой, говорил, что слушай, я там такие вещи делаю сумасшедшие, вот такие классные у меня проекты, я вот здесь таких результатов достиг, скорее бы завтрашний день я хочу на работу. Прекрасно, потому что те же студенты мне вчера сказали, слушайте, ну вот если мы будем работать, мы же никогда не решим свои материальные проблемы, мы никогда не сможем жить хорошо. На что ты, получается, сегодня отвечаешь, что есть в России сегодня такие собственники, которые готовы делать так, чтобы компании, в которой меня они управляют, и люди, в которых работают в этой компании, становились лучше и реализовали самые лучшие, самые амбициозные свои цели. Спасибо тебе огромное. Время нашего эфира пролетело незаметно, и хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, старайтесь вникнуть в суть того, о чём мы говорим, ведь мы по большому счёту делимся теми практическими инструментами, которые работают. Берите, пробуйте, подходит вам, не подходит, смотрите нас, смотрите любой другой бесплатный контент, платный контент, развивайте сегодня история, вернее, мир предоставляет сегодня колоссальные возможности для развития, было бы лишь желание. Вот мотивация самого себя, с этого надо начинать, для того, чтобы двигаться вперёд. Спасибо тебе, Жанин. Да, Роман, огромное спасибо за приглашение. До новых встреч, пока. Всего доброго, пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова